Уважаемые товарищи, мы собрались, чтобы обсудить ряд вопросов. И прежде всего, вопрос, по которому до сих пор не выработано окончательное решение. Подходы к совершенствованию порядка взимания государственной пошлины за допуск транспортных средств дорожному движению. Должен вам сказать, сегодня мы не будем рассматривать никаких подходов к совершенствованию этого порядка. Как и ряд вопросов, которые вы предлагаете, вытекающих из подобных тем. Почему? Народ, общество хочет перемен, и они замкнулись на президенте и его полномочия. Как выход из этого изменения в Конституцию? Мы с вами недавно договорились с руководством парламента, что для того, чтобы процентов на 70-80 передать полномочия президента парламенту, правительству, другим структурам, Конституцию ломать не надо. Поэтому все вопросы, которые вы вынесли на сотни страницах президенту, лежат в плоскости парламента и правительства. Вот давайте их и решайте. Решайте, как в цивилизованном обществе правительство прорабатывает эти вопросы с учетом всех обстоятельств, видя дыры в бюджете, если они есть. С подачей МВД, КГБ, губернаторов, местных органов власти обсуждайте, дебатируйте в парламенте. На уровне закона вы принимаете решение и вносите закон для подписания президента. Поэтому я и сказал, что я готов вас выслушать. Это очень важный вопрос. Но принимать решение будете вы. В данном случае, если мы говорим о госпошлине по допуску транспортных средств к дорожному движению, мы, когда вводили ее, ставилась цель привлечь всех пользователей дорог к финансированию их содержания. Общая протяженность дорожной сети Беларуси достигает 90 тысяч километров. К слову, за последние 10 лет на ремонт и содержание дорог мы вбухали больше 10 миллиардов рублей. Но в отличие от соседних стран, даже крупнейшие скоростные магистрали мы не сделали платными для белорусских легковушек. Как вы мне докладываете, и правительство прежде всего, изучение общественного мнения также подтверждает, что необходимость участия в софинансировании, ремонте и строительстве дорог, спором не вызывает. Их вызывает сам механизм уплаты. С 2014 года у нас действует так называемый дорожный спор. Но люди считают, что характер его взымания не учитывает интенсивность использования транспортного средства, а значит и частоту эксплуатации дорог. Одинаково платит и тот, кто наматывает десятки тысяч километров в год, и пенсионер, который в сезон неделю ездит на дачу. Поэтому нам предстоит определиться по ключевому вопросу. Как обновить существующий порядок, сделав его справедливым, чтобы предложить людям понятный, комфортный и, насколько это возможно, незатратный способ участия в поддержании качества и развитии наших дорог. То есть мы можем загнуть такую цену, что люди просто платить не смогут. Поэтому понятно, что надо установить справедливый порядок. И с другой стороны, чтобы человек, следуя этому справедливому критерию, мог что-то платить. Мы же не можем у человека добрать половину его доходов или последние деньги. Вот и все распределение полномочий. В данном вопросе дальше пойдем больше. Ко Всебелорусскому народному собранию я обещаю вам распределить полномочия честно, справедливо, не уходя от ответственности. Потому что вопросов острых для общества у нас немного. Мы уже приняли, слушайте, всякие решения. И вы прекрасно понимаете и знаете, что их принимал в основном президент. Подставляя себя под острую критику общества. Но я понимал, что без решения их страны быть не может.